Итак, друзья, давайте продолжим. У нас с вами вторая лекция, вторая часть курса критической мышления. Итак, мы с вами стали поговорить о интуиции, о здравом смысле, о наивном реализме. И видели, что иногда мир не тот, не таков, в котором мы его видим. Иногда наша интуиция, иногда наивный реализм, свойственные детям, в том числе и нам, могут нас обманывать и подчас ошибки, цена заблуждения может быть высока, вплоть даже до человеческих жизней. Итак, как же быть? Как минимизировать риски и ошибок от заблуждений и совершенства нашей интуиции? В этом нам может помочь набор средств, набор орудий, набор техник и знаний. А именно, критическое мышление, в общем-то, название нашего курса, здравый скептицизм, научный подход, а также знания основных ошибок, ловушек нашей интуиции и общечеловеческих заблуждений, изучением которых в том числе и занимаются психологи. Обо всем этом мы с вами уже начали говорить о некоторых аспектах, причисленных тут, о других мы поговорим в процессе нашего курса, в том числе и сегодня. Но перед этим несколько слов я хочу сделать о популярной и научно-популярной литературе и псевдонаучной литературе. Невероятное просто количество книг в популярных и не на псевдонаучных областях можно наблюдать сегодня. Если вы зайдете в книжный магазин, в раздел психологии или в раздел популярной психологии, я как раз так был вчера, вы увидите множество шкафов, ломящихся от огромного количества книг. Как стать самым счастливым, как быть лучшим руководителем, как проводить эффективные совещания, как любить себя у любого, как стать другом всем. Даже есть книга, которая носит название «Как потрошить мужчин, манипулировать людьми». Все, что угодно. Как, как, как книги рекламируют, предлагают нам множество ответов, множество услуг на какие-то ответы на лободневные вопросы. Но как отличить учебник научный от псевдонаучного? Вот приходите в магазин, встанет учебник позитивной психологии. И оказывается, если посмотреть, изучить его историю, это учебник научной психологии. А рядом стоит учебник позитивной психологии, относящийся к псевдонаучной психологии. Но как обычному читателю разобраться, какой учебник научный, какой научно-популярный, а какой вообще псевдонаучный, и читать, который вообще нет смысла? На эти вопросы мы также дадим с вами ответы в процессе нашего курса. Итак, вероятный рост популярной и псевдонаучной литературы наблюдается уже более нескольких десятков лет. Научно-популярная литература, научная литература помогают нам, в том числе тем, что дают ответы на наши вопросы. Научно-популярная литература, как правило, также одно из свойств это доступность и сложение. То есть доступность по ним, ее можно прочитать обычному неподготовленному человеку и применить рецепты, советы своей книги на себя. Доступные методики, какие-то тесты, самопросвещение, библиотерапия, самопомощь, все это может нам помочь, если мы пользуемся адекватными, проверенными, отрецентированными, научно-пулярными, научными изданиями. С другой стороны, псевдонаучная литература может стать потерей времени, которую мы потратим на покупку, чтение книги, потерей денег, которую мы потратим на книгу или на применение методики, описанной в книге. Также она может способствовать созданию различных мифов и стереотипов. А также могут быть просто упущены возможности. Вместо того, чтобы пойти к врачу, пойти к специалисту, мы можем потратить время, деньги, у нас будет плохое настроение на методику, на книгу, которая вообще в принципе не работает или не проверялась, ни кем не тестировалась. Время, возможности будут упущены. Если это речь идет о каком-то заболевании, о том, как оно прогрессирует, становится схоже, то может быть достаточно печально. Итак, немного статистики по поводу книг самопомощи. Выходит более 4 тысяч книг каждый год только в Америке на английском языке. Лишь небольшая часть книг написана экспертами, специалистами в этой области. И так небольшая часть книг проходит рецензирование коллегами и другими специалистами. Некоторые книги, разумеется, помогают. Особенно, как правило, научно-популярные. Но другие вредят или же просто никак не вредят. Множество телепередач, популярных журналов и интернет-сайтов с еще более низким качеством, чем упомянутые книги. И научности выходят каждый год. Более подробно можно почитать Улиссман в 2001 году. Итак, популярная литература научная и популярная, в кавычках, псевдонаучная. Будьте осторожны. Псевдонаучная литература очень часто привлагает на множество быстрых решений, так называемых серебряные пули, которые попадают в точку и избавляют нас от проблемы. Все что угодно. Развод, депрессия, рак, богатство, больная спина, магия, трава для улучшения памяти. Многие такие решения опасны и подчас вредны. Вот тут на рисунке, в качестве примера, есть книги из псевдонаучной литературы. Практически от любого случая, от любой проблемы. Итак, давайте повторим. Плюсы библиотерапии. Плюсы популярной литературы, научно-популярной. Это может быть источник информации. Например, в качестве примера, из книг, популярных книг, научно-популярной психологии, можно узнать такие факты. В качестве примера. Родители не виноваты в аутизме своего ребенка. А раньше это было распространенное мнение, что родители как раз виноваты, что их ребенок стал аутистом. Так вот, читая научно-популярную литературу, мы можем про это узнать. Читая книги научно-популярные, можно узнать, что мозг работает не на 10% или меньше, а больше. Действуется практически весь. Можно развеять те или иные мифы психологии. Можно узнать в различных тестах интеллекта, тестах памяти. Некоторые из них, которые прошли научную проверку в лабораториях, и на практике можно применить на себе. С другой стороны, читая псевдонаучную литературу, можно узнать о множестве методик, которые не работают. Но проблема в том, что там не будет написано, что они работают, они там будут просто описаны и предложены, как работающие. Методика 25-го кадра, методика скрытых звуковых сигналов на различных программах самообучения. Ну и также различные техники сверхбыстрого чтения, которые обещают подчас чудеса настолько увеличить скорость чтения, что она будет даже превосходить чисто физиологические способности чтения человека, восприятие зрительной информации. Тем не менее, даже такое обещается. Итак, как быть? Что помогает нам также ответить на вопрос и различать научную литературу, научно-популярную, псевдонаучную? Ответы те же самые. Научный подход, здравый скептицизм, критическое мышление, знания основных ошибок и заблуждений. Следующий небольшой аспект, когда может пригодиться критическое мышление, мы сейчас с вами поговорили по литературе, книги следующие, это конференции. Возможно, многие из вас по работе или просто из-за любопытства или желаниях самообучения участвуют в тех или иных конференциях и тренингах. В конференциях, как правило, если речь не идет о сугубо научных конференциях по математике, по компьютерным наукам или по физике, о каких-то таких, связанных с психологией, социологией, изучением людей, то там, как правило, выступает множество докладчиков. И часто докладчики делятся своим опытом, рассказывают о применении тех или иных методик или о применении ими же изобретенных методик. Так как понять, работает методика, которую рассказывает докладчик? Насколько она эффективна? Ведь понятно и достаточно очевидно, что не может быть, что все придуманные методики докладчиками, они работают. Человек один придумал методику, второй, третий, четвертый, десятый, сотый, все что-то придумали, маловероятно, что все эти методики работают. Кроме того, очевидно, что все методики работают с разной эффективностью. Одни вредят, вторые помогают, но эффективность у них не одинаковая. Как разобраться, что работает, что нет, какую методику стоит перенять, от какой методики стоит решать. Опять же, ответы кроются в тех же самых словосочетаниях. Критическое мышление, научный скептицизм, знания, ошибок и забнуждения. Еще один аспект, где нам может пригодиться критическое мышление. Различные вопросы, связанные с диетами, здоровым образом жизни, занятиями, спортом, с отношениями на работе. Опять же, в интернете, по телевизору, в популярных газетах множество примеров, различные источники информации, которые нам рассказывают, как быть в тех или иных ситуациях. С диетой, с здоровым образом жизни, с медициной, на работе, в отношениях и так далее. Но не все или даже многие из этих источников не валидны, их никто не проверял, они не подвергались научному какому-то критике, рецензии и анализам. Как быть? Как выбрать диету? Стоит ли вообще выбирать диету? Кому полагался в этих вопросах? Недавно я был в книжном магазине, там рекламировали диету известного человека. И в качестве того, что она работает, утверждалось, да, эта диета работает, потому что она популярна, и ей пользовалась помыла Андерс. Все, значит, это хорошая диета. Куча людей пришли послушать и купить книжку автора. Но вы понимаете, да, сомнительность этого утверждения и полная его ненаучность. Как не ошибиться? Выбирайте или иные советы. Опять же, ответ тот же самый. Научный подход, травмы скептицизм и критическое мышление. Итак, давайте теперь более подробно поговорим об этих аспектах, а еще более подробно на них мы остановимся на следующих уроках. Итак, научный подход. Научный подход. Мы принимаем новые утверждения, в том числе и старые, с определенной долей скепсиса. Мы осознаем величие проблем, задач, которые ставят перед нами жизнь и природа. Мы осознаем скромность наших способностей, ограниченность нашей жизни, нашего свободного времени. Но мы, в любом случае, мы открыты для нового с определенной долей скепсиса. Мы не принимаем сразу все на веру, мы можем принять новые течения, новые какие-то теории, но мы всегда задаем себе вопрос. Почему это так? Кто сказал? Кто проверил? Когда проверил? Почему возможно ли альтернативное объяснение этой теории, а не те, которые нам предлагают? Научный подход помогает отделить зерна от плевел, как говорится, отделить смысл от бессмыслица, как написано в книге профессора Давида Майерса «Видение психологии». Научная теория. Один из наших базисных элементов научного подхода. Итак, что такое научная теория? В чем основные, главные, сильные стороны научной теории? И какие мифы иногда встречаются по отношению к научной теории? Итак, по большому счету, не вдаваясь в теорию, чтобы объяснить научную теорию, небольшая тавтология, главные, одни, несколько главных черт научной теории, это следующее. Теория помогает объяснять, предсказывать и упорядочить накопленные знания. Очень важны все эти три элемента, главное из которых, ну не главное, одно из которых это предсказано. Научная теория, хорошая научная теория, не всегда, но в большинстве случаев, помогает нам строить предположения, строить гипотезы и потом их проверять. Гипотезы, которые сбываются, немножко повышают валидность нашей теории. Гипотезы, которые противоречат, могут понизить валидность, а могут заставить нас пересмотреть экспериментальный аппарат или немножко уточнить нашу теорию. И это, аспект предсказания, очень важен. Очень часто, например, выступая по телевизору, скажем так, на псевдонаучном психологе, выслушав какую-то проблему, начинают давать советы в стиле объяснений. И это произошло с ним, потому что вот так, когда в детстве он болел, его ударили по голове, а потом вот так, и причина всех проблем это бедность, та-та-та-та-та-та-та, человек объясняет, 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 но объяснение можно выдумать всегда. Объяснение тяжелее намного проверить. А вот предсказание, будет ли работать наше лекарство, будет ли работать наша терапия. Вот давать предсказания, предсказания, которые можно потом проверить, которые будут валидны, это очень важный элемент, и он должен присутствовать во многих, желаемый элемент для многих теорий. Предсказания, объяснения. И кроме этого, теория помогает нам упорядочить знания, сделать его более простым и более парсимонным, и более доступным. Например, теория Большого взрыва, теория Дарвина, или теория универсальности базовых эмоций полуэкла. Вот несколько мифов, связанных с научной теорией. Например, такой миф есть. Теория объясняет только одно конкретное явление. В качестве примера. Грабеж, грабители становятся грабителем из-за бедности. Вот такая вот теория. Это миф. Теория не объясняет, как правило, одно конкретное явление, а объясняет множество явлений, которые соответствуют тем или иным наблюдаемым данным. Еще одно миф о теориях. Теория — это всего лишь удачное предположение. Да, очень часто предположения в итоге становятся теорией. Но неверно говорить в общем случае, что теория — это удачное предположение. Как правило, теория — это предположение, которое в итоге подкрепляется множеством различных экспериментов, и фактов, которые собирают ученые. Хорошо, теперь давайте поговорим о втором элементе, который помогает нам уберечься от ошибок, который связан с названием нашего курса, а именно в критическом мышлении. Итак, критическое мышление состоит из набора техник, или правил, можно сказать, одно из которых — это здравый или научный кептицизм. Скептиков принимают осторожнее. Научный кептицизм открывает нас, делает нас доступными для новых идей, для нового знания. Но эти знания, они не льются в нас, как попало, а принимаем мы, как в кувшин переливают воду, а принимаем мы их осторожно, с открытым сердцем, но на основе знаний и фактов, на основе принципов критического мышления. Научный скептик просит часто привести доказательства в поддержку тех или иных теорий и высказок. Почему это произошло? Кто это сказал? Кто это проверил? Кто это перепроверил? Проверили ли это на детях? Проверили ли это на пожилых людях? А на людях другой расы? А проверили ли это 20 лет назад? А возможно ли альтернативные объяснения? А почему я про это не читал в научных журналах? А где ссылки? И так далее. С открытым сердцем, но задавая вопросы. Так принимает в большинстве случаев новое знание научного скептика. Стоит помнить, научный скептицизм, здравый скептицизм, не равен цинизму. Если отвергать все, что нам предлагают, говорить нет, 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 говорить, отрицать все, это уже цинизм. И это не наш путь, который мы будем стараться испекать. Следующий принцип, который помогает нам уберечься от ошибок, следующий принцип критического мышления, это диктум оперка. Я его повторю еще раз, мы, в принципе, уже про него говорили. Это открытость для нового, и даже подчас невероятно. Но, тем не менее, не открытость просто так, как слепая вера, а открытость, задавая вопросы. Вот в качестве примера, здесь не совсем видно, потому что карта сдвинулась, рассказывается случай, про, который произошел с ученым Альфредом Вегенером, который когда-то высказал теорию о том, что раньше материки находились вместе, а потом они стали постепенно двигаться и отходить один друг от друга. Вот в тот момент, когда ему теория была предложена, она казалась невероятной. И большинство ученых тогда пренебрегли принципом Оберга и, в общем-то, проигнорировали его теорию, а как позже оказалось, Вегенером оказался прав. Сегодня теория большинства ученых поддерживается. Итак, Оберг Диктум. Диктум Оберга. Не стоит тратить время на то, что уже известно, что не работает. Но, тем не менее, надо быть открытым. Такой компромисс, баланс. Мы открыты новому, задавая вопросы, но мы не будем тратить время на то, что уже, очевидно, не работает. Например, астрология, которую мы более подробно говорим на лекции 4 и 5. Ученые уже доказали, причем не раз, что личностные черты не коррелируют с распоражением планеты. Что звезды не способны предсказывать поведение людей. Поэтому мы не будем тратить наше время в очередной раз пытаться это доказать. Это уже установленный факт. Должно произойти что-то невероятное, чтобы мы вернулись к этой проблеме. В качестве примеров ринология, графология, которые мы поговорим тоже на лекции 4, губкология и другие псевдонауки. Итак, я напомню вам девиз скептиков. Приближайся к новому скептически, но с любопытством. Не закрывайте сердце от нового. Любопытство всегда присуще людям и животным, но осторожно. Следующий принцип накучный скептицизм. Опять возвращаемся к нему. Мы не будем принимать утверждения на основе веры. Мы будем оценивать утверждения на фактах. Девиз одного из обществ британских ученых, который находится на витраже перед ходом к обществу ученых, звучит следующим образом. Нулиус им верба. Ничьими словами. Не слова, а факты. То, что важно для нас, для скептиков, для ученых, для того, чтобы принять новые знания. Итак, на следующем уроке мы начнем говорить об основных принципах критического мышления. Сейчас я их только перечислю, а потом мы можем поговорим более подробно. Итак, вот эти принципы. Неординарные утверждения требуют неординарные доказательства. Чем более невероятные утверждения, тем более невероятные должны быть доказательства, которые заставят нас в него поверить. Фальсифицируемость. Теория должна быть фальсифицирована. Хотя бы теоретически. Бритва Акама. Принцип принципа бритвы Акама. Повторяемость результатов исследований. Наличие и исключение альтернативных объяснений. А также одно из заблуждений очень сильных, то что корреляции не позволяют нам говорить о причинах следственных связей. Об этом мы поговорим с вами в следующий раз. А теперь всего хорошего. До свидания. Пишите ваши вопросы мне на e-mail. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...